МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мае 1957 года в Магадан пришло телевидение. Первая массовая трансляция состоялась благодаря вводу в строй телебашни на Комсомольской площади. В 60-м заработал Магаданский телецентр, 54-й в РСФСР. В это же время происходит становление колымской журналистики. В передовиках, конечно, была печатная пресса, но ТВ с годами развивалась, и в 90-е оно имело уже гораздо больший охват аудитории. О том, что критическое положение в области с завозом и многоресурсом, уже говорить не приходится. Жители, население области уже испытывают на себе эти неудобства. Отдельные населенные пункты могут быть отключены от центральных источников энергоснабжения. Но и наступает ситуация, в которой надо принимать чрезвычайные меры. Это прежде всего, вплоть до перехода на буржуйки или эвакуации населения. Собственными силами областная администрация решить возникших проблем не сможет, из-за того, что третий год подряд федеральный закон о государственной поддержке северного завоза профинансирован только на 25%. Задолженность правительства по трансфертам достигла 515 миллионов рублей. А тут еще финансовый кризис разразился в самое неподходящее для северных регионов время. 5 миллионов рублей кредита, выделенного правительством для завоза продуктов питания, до Магаданской области до сих пор не дошли. Таким было телевидение. Какое оно сейчас, вы знаете. А каким будет? Возвращаемся к главной теме выпуска, медиафоруму «Открытая Колыма». В течение двух дней он проходил в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Медиафорум впервые в Магадане провели в декабре 2015-го. На минувшей неделе событие было не в пример масштабнее. Эксперты приехали из Москвы, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и Якутска. В их числе редакторы крупных изданий, преподаватель, МГУ, юристы и маркетологи, ведущих дальневосточных СМИ. Смена часовых поясов сказывалась, но постепенно пустых мест в актовом зале библиотеки не осталось. Второй медиафорум начался. «Очень необычное начало, то есть вот это пленаркое открытие, такого какого-то домашнего плана получились, что в общем мне кажется правильно. Потому что когда много пафоса и много какие-то трибуны, да, когда отделяются спикеры от участников, мне кажется они совсем верны на журналистских вот таких форумах. В любом смысле удачно. Да, мне понравилось наше общение с коллегами. Мы не говорили о каких-то надуманных проблемах, мы говорили действительно о том, что волнует людей. Вот в качестве каких-то плюсов, которые я могу отметить, то есть это конечно интерес журналистов к мероприятию, это интерес людей к своей работе, это некая все-таки непогашенность. Несмотря на то, что быть с журналистом сегодня достаточно сложно, материальные проблемы, проблемы другого характера, это не та профессия, которая там была 15 лет назад». Гостей на открытии увлек разговор о проблемах и преимуществах бренда «Колымы». Проще говоря, ее по-прежнему многие жители ЦРС воспринимают как один большой лагерь, где только медведи ходят на свободе. А Магаданская область сегодня – это уже другая территория. И организаторы медиафорума рассчитывают, что именно журналисты расскажут об этом. А гости «Колымы» уже рассказывают. «Очень быстро это мнение меняется. Потому что те, кто приезжает сегодня к нам, общаются с нашими людьми, прекрасными людьми, особенными людьми. Я в это искренне верю, потому что моя долгая жизнь в Магаданской области сделала меня счастливым еще и потому, что меня всегда окружали, окружают, уверен, будут окружать, прекрасные, отзывчивые, мужественные люди». О людях «Колымы» не только говорили, их еще и награждали. Этим открытие форума тоже отличалось от прочих светских мероприятий. Последующую работу предваряла торжественная часть. Губернатор вручил знак почетный работник СМИ Магаданской области ветерану радиовещания, преподавателю факультета русского языка и журналистики СВГУ Георгию Радченко. «Вы знаете, я приехал сюда почти 60 лет назад, и первое, что услышал в Магадане, что это самый спокойный город в СССР. Ну, что значит, имя все до сих пор, вот видите, 60 лет прошло, почти с тех пор, мы собираемся опять обсуждать эту проблему, вот эту проклятию нашего края, которое, ну, может, не проклятие, я не думаю, что это у многих памяти, ну, если вот читать даже наши газеты, интервью с иностранными гостями в области, в общем-то, это есть еще. Ну, спасибо за удивление, доброй работы». Она началась сразу на нескольких этажах библиотеки. Работа над ошибками шла на мастер-классе Елены Гоголевой. Известный в регионе филолог начала с простого теста. Расставить ударение в словах. Без ошибок с заданием не справился ни один журналист. «Я хочу начать с сожаления, потому что я помню журналистов еще в 60-х, 70-х годах. На мой взгляд, уровень речевой культуры снизился, но это не значит, что одни проигрыши. Зато увеличился динамизм, сценичность увеличилась. То есть потери происходят, но при этом наросли некоторые плюсы, потому что журналист с 60-х годов был статичен очень. Он не был эмоционален, он не мог себе позволить большую шутку, какую-то экстравагантность. То есть вот тут приобретение, тут потери. Вы хотите советы получить или хотите спорить? Я не возражаю. Вот смотрите, вам интересно, кто это? Мне интересно. А о море-море это никому не интересно. Надо подписывать обязательно людей, особенно детей. Надо подписывать. Смотрите, какой классный снимок, да? Прекрасный снимок. А где заголовок, коллеги? Считайте, вот рыбу заворачивали, считайте где-то там. О проблемах периодической печати колымским газетчикам рассказывал Московский. Как оказалось, трудности везде одни и те же. Низкая заработная плата и, следовательно, дефицит кадров, а также давление сильных мира сего. Чем журналист более профессиональный, чем больше и лучше он владеет ремеслом, тем больше у него возможности как-то отстроиться от такого прямого давления власти. И в этом смысле та власть, которая вкладывается и ресурсами, и еще чем-то в развитие журналистов своей территории, конечно, поступает правильно. Нормальный журналист способен и о власти говорить без такого придыхания, в нормальном деловом ключе. И не заниматься каким-то уж совсем беспринципным построением каких-то беспринципных заказанных материалов. Не идти на сделки совестью рекомендует и медиа-юрист из Владивостока Галина Антонец. Она вела мастер-класс «Свобода и ответственность СМИ». Показывать что угодно и рассказывать обо всем подряд – сегодня слишком дорогое удовольствие. И если с матершиной все понятно, есть даже список из четырех слов, которые запрещены в любой форме, то иные юридические тонкости далеко не всегда известны журналистам. Нарушений закона очень много, причем сейчас, что очень опасно. Если раньше СМИ боялись исков по защите себя достоинства, то сейчас нужно больше бояться государства, которые накладывают огромные просто штрафы за нарушение действующего законодательства. Нарушить его можно даже самому, не подозревая того, неумышленно. А как часто СМИ нарушают закон, сами того не ведая? Регулярно. Бюджет пополняется штрафами, а штраф у нас огромный. Официально цензуры в России нет. Более того, она запрещена. Но ограничений для СМИ становится все больше. На мой взгляд, да, это скучнее. На мой взгляд, это такой сильно охлаждающий эффект для журналистов и для СМИ, потому что журналисты каждый раз дергаются, а что можно, что нельзя. А вот эти вот огромные драконовские штрафы, потому что есть же штрафы там вообще до миллиона рублей, вернее, от миллиона рублей штраф, когда, ну, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, ты неизвестно, вот каждый текст оцениваешь или репутаж и смотришь, а есть ли там пропаганда или нет. Если ты, по мнению контролирующих органов, перешел вот эту границу, то штраф там от одного миллиона рублей. То есть вот эти штрафы, они в итоге вот таким очень сильным грузом ложатся на плечи, и, конечно же, они охлаждают, они понижают интерес, мне кажется, даже где-то к профессии. Но повышают интерес к блогерству. В глобальной сети ограничений минимум, а возможностям нет счета. Об этом рассказал журналистам и студентам Иван Засурский. Преподаватель МГУ уверен, что можно удачно сочетать полученное высшее образование и формат того же Ютуба. Новая форма СМИ уже зарекомендовала себя и вполне может вытеснить с рынка традиционные. Вы, наверное, знаете, слышали про такой вот человек, как Юрий Дудь, да, который берет направление. Я с удивлением, с радостью узнал, что это просто наш выпускник, который нашел таким образом новую платформу. И, честно говоря, это то, на что мы рассчитывали. Вот когда кафедра, которую я заведу, называется кафедра новых медиа, теории коммуникации. Она выросла из такой лаборатории, которая называлась лаборатория медиа, культуры и коммуникации. Но идея, когда мы ее начинали в 2001 году, была в том, что когда наступает вот эта новая эра, новая технологическая революция, новые средства информации, каждый сможет производить контент любого типа. Ну, каждый сможет, грубо говоря, снять фильм, каждый может сделать радиопрограмму, каждый может сделать все, что угодно. И наша идея была в том, что мы должны давать максимально серьезные навыки работы с любыми типами медиа, потому что никому из наших студентов мы, на самом деле, не можем больше гарантировать трудоустройство. В лучшем положении, чем ТВ и газеты, электронные информагентства. Их формат наиболее подходит для того, чтобы аудиторию делать с автором. То есть расходов меньше, а горячие новости есть всегда. Удачный пример на Колыме появился около четырех лет назад. В Магадан мы пришли совершенно случайно, потому что, ну, если честно, большого потенциала в Магаданской области не видели изначально и ошибались. Филиал «Магаданский», чем я особенно горжусь, он среди других регионов, ну, наших филиалов «Прямомедия» выглядит одним из передовиков. Может быть, не по абсолютным каким-то цифрам, поскольку население в Магаданской области не такое большое, а по технологическим каким-то нюансам, по использованию новых возможностей, которые предоставляют социальные сети, мессенджеры. Региональная ТВ тоже меняет форматы, иной раз кардинально и с риском для реноме канала. Медиахолдинг «Губерния» – крупнейший на Дальнем Востоке, поэтому экономить деньги участников медиафорума учил его директор по маркетингу. Вот когда мы запустили новое утро, вот началось, вот первое для нашего шеф-редактора утро, это был самый седой месяц, потому что каждый день мы сказали, что за уроды. Раньше сидели это Миша, Соня, они повзрослее там, а сейчас посадили каких-то детей, почему я должен это смотреть. И мы сначала очень дергались, было очень много мнений, давайте откатимся к прежней версии, но когда через три месяца у нас доля выросла вдвое, а потом еще вдвое, и сейчас у нее доля 30, это значит, что утром каждый третий включенный телевизор в городе, он смотрит наше утро. Сегодня придумать что-то новое на телевидении вряд ли возможно. «Губерния», например, учится у новозеландских коллег, а колымчане – у хабаровских. Больших открытий на ТВ не предвидится, и в газетах тоже вряд ли. И опять же, на первый план выходит интернет, а именно блогеры. Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента. Выступление Саши Спилберг в Государственной Думе, пожалуй, самый яркий пример последних лет. По данным опросов Левада-центра, до 25% взрослого населения страны смотрят каналы видеоблогеров. Необходимо уточнить, что опросы проводили среди россиян в возрасте от 18 лет. А если учесть подростков, то аудитория увеличится кратно. И этот сегмент медиарынка на сегодняшний день практически не регулируется. То, что касается Союза журналистов России, то недавно избранный председатель Владимир Геннадьевич Соловьев, он сказал, что мы будем работать с блогерами. И действительно есть какие-то примеры, когда люди работают профессионально, имеют очень большую аудиторию, и занимаются системной работой с информацией. Не только о себе, а попытка обсуждать какие-то проблемы, попытка привлекать внимание к каким-то явлениям. Поэтому, конечно, я думаю, лучшие блогеры, будут ли они членами Союза журналистов или нет, но они, в общем, где-то будут нашими коллегами, и мы с ними будем сотрудничать. Надо как-то блогерское сообщество воспитывать, чтобы они себя немножко... Ну, они же не ходят раздетые по улице, они не ходят немытые неделями. Это то же самое. Немытая речь – это неуважение к аудитории. Вот если это будет воспитано, пусть у них будут некоторые ошибки. Не в этом же дело, а в том, что у них в целом уважительное отношение к речевому контакту с аудиторией. Сейчас второй медиафорум – это только начало пути. Впоследствии в этом процессе будет понятно, куда надо двигаться, на что надо обращать внимание, какие вещи надо усиливать, а что совсем не обязательно, допустим. Это профессиональная тусовка для смысла, для пользы. Медиафорум «Открытая Колыма» проходил два дня. Как и полагается, закончилось все принятием итоговой резолюции. Суть ее сводится к тому, что средства массовой информации Магаданской области должны развиваться. Следующий медиафорум, возможно, проведут в более теплое время года весной или летом. К нему приурочат конкурсы журналистского мастерства и, конечно, не обойдется без гостей из других российских регионов. Все это могло бы остаться за кадром, но если вы досмотрели нашу программу до конца, значит, второй медиафорум «Открытая Колыма» прошел не зря. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok